Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале экзегет на просторах интернета по книге Откровения Иоанна Богослова. И мы сегодня приступаем к чтению 10 главы этой книги. И когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили семь громов, и не пиши сего». «И ангел, которого я видел, стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим вовеки, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что время уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, ибо он благовествовал рабам своим пророкам». Вот здесь мы видим очень много образов, связанных с пришествием Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа по окончанию всех самых ужасных гонений, преследований против Святой Церкви, о которых, правда, дальше тоже будет рассказываться, но уже более в деталях. А здесь мы видим Христа во славе. «Ангел сильный, которого мы видим в начале 10 главы, это Господь Иисус. Солнце – символ воскресения и Святого Евангелия. Радуга – символ милостивого суда». Об этом писал Викторин Петовийский. «Облако – церковь, святые». Также «облако» означает не лишение милосердия, ибо на юге, на юго-востоке облако – это всегда символ благодатных дождей. «Раскрытая книга – апокалипсис». На этом настаивает Викторин Петовийский. «Правая нога – стойкие члены церкви, ведь церковь и есть тело Христово. Левая – желающие принять крещение, или те, кто не подвержен опасности, поэтому Господь как бы уберегает их от трудностей». Это и тиконий, и примасий дают такое столкование. «Семь труб – виды проповеди». И как раз беседы о семи трубах, каждый из которых является короткой проповедью, коротким назиданием, наставлением. Это объяснение примасия. «После апостолов новозаветные пророки толкуют предсказания Писаний». Это доставление Викторина Петовийского. «Седьмая труба возвещает пришествие Спасителя» – тиконий. Когда мы читаем книгу «Деяний святых апостолов», там рассказывается о том, как на глазах более чем 150 христиан Господь вознесся, его стопы оторвались от земли, и он стал подниматься все выше и выше, пока облако не взяло его из вида. И тогда к апостолам подошли два ангела, которые сказали, «Как вы видели всего Иисуса, ушедшего, так он и вернется». И с этого момента история Церкви становится историей ожидания. И здесь мы видим его возвращение в облаках славы, величия, здесь прямо сказано, облеченного облаком. Очень знаменательно здесь говорится о семи громах, которые прогрохотали на небесах. И эта тема дважды повторяется в этом отрывке и в понимании древних экзегетов. Семь громов – это семь вселенских соборов, на которых оглушена была ересь та или иная, и провозглашены истинные догматы веры, нарушать которые, выходить за пределы которых никто не имеет никакого права. Давайте посмотрим, какое истолкование нам предлагают отцы. Сначала мы посмотрим Викторина Петовийского. «Ангелом сильным Иоанн, то есть Иоанн Богослов, обозначает Господа нашего. И как выше мы растолковали слова, лице его, как солнце, таким мы видим Христа и в день преображения, то речь идет о воскресении. Над головой же его радуга – это последний суд, который произошел уже или произойдет в будущем. Книжка раскрытая – это апокалипсис, который получил Иоанн. Ноги его, мы говорили выше, это воспламененные верой апостолы. Действительно, апостолы своими сандалями спешили по римским, известным римским дорогам обойти как можно больше мест. «Ведь это им попираются и море, и земля» означает, что все положено под ноги его. Иоанн называет его ангелом, то есть вестником Отца Всемогущего, ведь он зовется вестником Великого Совета». Действительно, сын все делает во имя Отца. Сын пришел во имя Отца, и сын свидетельствует о том, что он услышал у Отца. И он являет образ Отца, раскрывает характер Бога Отца, показывает его подлинные намерения относительно всего рода человеческого. Поэтому вот это удивительное явление после тех страшных гримас дьявольских мутаций, о которых мы читали в 9-й, 8-й главе, здесь, в 10-й главе, как бы новые горизонты радостного Царствия Божия. Когда Господь наш воцаряется, они раскрываются перед нашим взором в этой таинственной книге. Далее, 10-я глава, с 8-го по конец 10-й главы, начало 11-й по 2-й стих, говорится о удивительном съедании книжки и измерении храма. Храм во вселенском, в космическом понимании этого слова, когда все превращается в храм. Как сейчас небо — это основание храма сверху, земля под ножей ног его, но когда-то весь космос огласится божественными словесами, и храм Божий распространится на всю вселенную. И об этом мы читаем сначала до конца 10-й главы и застаем два стиха из 11-й главы, они тематически связаны. «И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я, то есть Иоанн Богослов, пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми и съешь ее». «Она будет горька в очреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». «И взял я книжку из рук ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горькой стала в очреве моем». «И сказал он мне, тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Это уже окончание 10 главы, и тематически начало 11 связано с 10. «И дана мне трость, подобно жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». Объясняя эти слова, Примасий настаивает на том, что проповедь книжки «Указание на исполнение во Христе закона и пророков». Потому что это не просто книга, это книга библейского откровения и с его завершающей частью, собственно, апокалипсисом. «Плод пророчества сладок для внимающих, но горек для противящихся». Об этом писал и блаженный Августин, и Андрей Кесарийский, и Цезарий Арский. Действительно, бывает радостно читать Слово Божие, слышать его в храме, а вот жить каждый день по этому слову бывает не так благостно и не так легко, как могло бы нам казаться. Но мы возлюбили Слово Божие, мы не можем жить нормальной молитвенной жизнью, не соединяя с ней чтение Писания. Также мы должны воспринимать само Писание как Господне руководство к действию, чтобы и сама жизнь наша подтверждалась тем, что мы слышим это Слово. Помните, как мы читали в начале апокалипсиса, несколько раз повторялось, «Имеющий уши слышать да слышат». То есть, имеется в виду, не просто слышит, а делает выводы из того, что он слышит, и воспринимая Слово Господне, как Господне руководство к действию, подчиняет свою жизнь вот этому смыслу. Церковь усовершает мир проповедью, она осоляет, окормляет, освещает этот мир, и свет во тьме светит, и тьма не может объять его. Она же и осоляет мир, предохраняя его от нравственного и морального разложения. Как сказано, вы есть свет мира, вы есть соль мира. Конечно, Андрей Кесарийский настаивает на том, что откровение Иоанну исполнится не сразу. Эту книгу изучали и в первом веке, точнее, конец первого, начало второго, и в третьем, и в четвертом, в пятом, и в шестом. Но в каждом поколении люди переживали свой апокалипсис и сталкивались с теми антихристами, точнее, предтечами последнего антихриста в свои дни, во дни своей жизни. И в зависимости от того, как мы переживем свой апокалипсис в начале XXI века, тоже от этого будет зависеть и наша с вами судьба, как я часто объясняю, меня больше интересует личный апокалипсис, чем исторический, свидетелями которого будут немногие люди, но огромное количество поколений христиан думали над этой книгой, получали назидание, наставление для исправления из страниц этой книги. Ветхий Завет примыкает к новому. И скрытое Ветхом духовно исполняется в новом, пишет в своем толковании на апокалипсис древнехристианский экзегет Экумений. Действительно, поедание книги, так что в устах она сладка, а в очреве горька, мы это видим у пророка Эзекииля. Та же самая тема и многие другие темы, образы Ветхого Завета, они возвращаются к нам в книге Откровения Иоанна Богослова, как в подлинно пророческой книге. Время попирания церкви, то есть гонений против церкви. Мы знаем, что последние гонения самые страшные, но при массе из толковой апокалипсис пишет, что вся история христианства это противостояние с этим миром. Поэтому вся история христианства это попытка распознать, кто свой, кто чужой, но распознать не для того, чтобы опрокинуть наших врагов в бесславие, в некое поражение, а для того, чтобы помочь им одержать победу над самими собою и стать подданными Царству Господа и Иисуса Христа. И этой радостью мы делимся с людьми, начиная с первой книги Священного Писания, Библии, до последней. И вот очень интересное истолкование это Блаженный Августин. А нет, это сначала Примасий, это его комментарии на Откровение, на 10 главу апокалипсиса, на 8 стих. Я напомню этот текст, мы его сейчас читали. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал, пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. Действительно, стоять на море и на земле может, наверное, тот, кто создал небо и землю, кто отделил воду от земли, землю от вод, создал моря и океаны. Голос с неба – это Божье приказание, которое дышит в сердце Церкви и повелевает усвоить содержание раскрытой книжки, силой которой Церкви надлежит проповедовать в будущие времена мира. Ибо нам представляется, что взять книжку раскрытой из рук ангела, вестника, значит понять истину закона и пророков, явленную во Христе. И поэтому Иоанн говорит, что не такую, как прежде, запечатанную, а раскрытую книжку нужно взять, потому что конец закона – Христос к праведности всякого верующего. Здесь дается ссылка на послание к римлянам, святаго апостола Павла и Примасии продолжает. «Этот Христос, то есть истина от земли, то есть от Марии, пожелал в то время родиться, когда правда приникла с небес». Действительно, в Псалме 84, 12 стих, есть такие слова «правда приникла с небес». И в чреве Деви Марии действительно соединилась божественная человеческая. Так что отныне халкидонски неразлучно, нераздельно, неизменно, хотя и неслиянно. «По той же причине, полагаю, было сказано, голос, который я слышал с неба, стал говорить со мною». То есть голос, который сначала звучал только с неба, стал говорить со мною. То есть среди нас Христос действовал, ходил и проповедовал. «По какой он сам сказал от начала сущий, как и говорю вам». Это ссылка на Евангелие от Иоанна, 8, 25. Действительно, он тот же сущий, Иегова, который собеседовал с Моисеем на Синае, и он тот же, который нас ради человек и нашего ради спасения, воплотился, и Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И следующий вот этот стих, на который мы обращали внимание, это 10 глава, 9-10 стих. И вот рассуждая на тему горечь и сладость, Блаженный Августин в своих изъяснениях на Псалмы пишет, «Утроба наша прильнула к земле». То есть наша утроба была согласна с нечестивостью этого праха. Ведь это и сказано, прильнула. Для меня же благо быть близким к Богу. «Ведь ты тогда близок к Богу, когда согласен с Богом». Сказано не без причины о нашей утробе, что она прильнула к земле, поскольку указывается, те, кто, не претерпев гонения, были согласны с врагами. Вот почему они прильнули к земле, то есть как бы уподобились змею ползающему. Но почему они названы утробой, если не потому, что плотские? Как уста церкви, у святых, у духовных, так чрево церкви у плотских. Итак, уста церкви явлены, чрево скрыто, как более изнеженные, более слабые. На это Писание указывает в определенном месте, где некто говорит, что он получил книгу, и книга эта была сладка, говорит, в устах его и горька в его чреве. Что это, если не высшие предписания, которые получают духовные и не получают телесные, и которым радуются духовные и печалятся телесные? Что содержит, братья, эта книга? Продай все, что имеешь, и раздай нищим. Как сладко это звучит в устах церкви. Все духовные так и поступили. Но если ты скажешь кому-нибудь плотскому, сделай так, то скорее он уйдет от тебя недовольным, как тот богатый от Господа, чем сделает то, что сказано. Почему он ушел недовольным, если не потому, что та книга сладка в устах и горька в очреве? Здесь блаженный Августин касается такого вопроса, как тот идеал, к которому мы должны стремиться, и, скажем так, наши возможности, которые каждый имеет в той или иной степени, и готовы ли мы принять божественное откровение целиком, как руководство Господне к действию. Десять-десять мы прочитали. И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в очреве моем. Андрей Кисарийский пишет. Книга сладка вначале по причине радостного содержания, но горька в конце от язв. Как и грех при вкушении сладок, а по совершении горек, воздаянием за него, святые же по своей сострадательности, по слову апостола, радуются с радующимися и плачут с плачущими. И далее мы читаем окончание десятой главы. И сказал он мне. «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах, и племенах, и языках, и царях многих». Действительно, нам приходится говорить не только о том, что касается нас, наших соседей, других, но и о том, что касается всего мира. Как Андрей Кисарийский пишет, этим указывается, что все предсказанное исполнится не сразу после введения божественного откровения, но через Евангелие. И блаженному надлежит предсказывать это откровение до кончины мира, читающим о будущем, или же это обозначает, что он не вкусит смерти, а при кончине явится снова препятствовать обольщению Антихристом. То есть блаженные вернутся к нам в трудные времена своими книгами, своими наставлениями, своими святыми иконами, чтобы помочь нам преодолеть власть Антихриста. А свидетельство племенам, языкам, народам, царям – это то, что тоже предстоит верующим, особенно верующим последнего времени, когда проповедь Евангелия почти прекратится. Мы будем поставлены перед царями, правителями, президентами, мировыми лидерами. Кто-то предстанет перед самим Антихристом, и мы должны будем обличать лукавую систему вещей и проповедовать Христа, и при том распитого. Причем не надо думать о себе «я слаб, я не смогу найти слова», чтобы что-то сказать таким важным, почтенным людям. Сам Дух будет говорить через нас, если нам придется нести последнее свидетельство. Как я уже сказал, тематически эта глава связана с следующей. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам, а они будут попирать святой город сорок два месяца». Андрей Кисарийский пишет, «Трость указывает на то, что все явившиеся на небе, хотя и считаются у нас неодушевленным, разумно, а именно жертвенник, престол и нечто другое, ибо слова «восстание» и «измерь церковь Божию» говорит данная ему «трость», что указывает на измерение храма Божьего по ангельскому разумению. Если же кто скажет, что слова эти он слышал от ангела, давшего «трость», то тому нужно ответить, что «трость» означает меру познания и разума, соответствующую принимающему, «чего удостаиваются все отличные за добрые дела у Бога и его ангелов, ибо позна Бог сущая своя», говорит Слово Божие. Нужно знать, что некоторые под храмом Божьим понимают Ветхий Завет, а под внешним двором новый. И действительно, только в одни Ветхого Завета звучала проповедь по отношению только к еврейскому народу. А внешний двор, предназначенный для язычников, там проповедь не звучала. Ее начинает Христос, когда перед своим вознесением на небо Он говорит «идите и проповедуйте всем народам, всем племенам и всем языкам». Неизмеримый по обилию спасающийся в Новом Завете. Под сорока же двумя месяцами краткость времени до Второго пришествия, в которое будут содержать тайны Нового Завета. То есть, таинство Христово будет совершаться до самого конца. Проповедь Евангелия будет совершаться до самого конца. Когда земная церковь совсем оскудеет во дне Антихриста, Бог пошлет с неба двух пророков, Илью и Иноха, о которых говорится далее. А мы думаем, что храм Бога Живаго есть церковь, то есть как здание, в которое приносятся нами словесные жертвы. Внешний двор – общество неверующих иудеев, недостойных ангельского измерения за свое нечестие. Позна Бог сущая своя. Но Он, Господь, вездесущий, беззаконных не знает. То же, что святой город Иерусалим или Вселенская Церковь будут попираться язычниками в течение сорока двух месяцев, как, думаю я, обозначает, что в пришествии Антихриста верных и твердых будут притеснять и гнать три с половиной года. И пророк Даниил в своих пророчествах пишет об этих последних гонениях во дне Антихриста, что наступят времена тяжкие, каких не было с тех пор, как существуют люди, но спасутся в это время только те, которые будут найдены, записаны в книге жизни. И помните, как апостолы пришли ко Христу и радовались, что бесы им повинуются, что мертвые воскрешаются. А Христос говорит, не тому радуйтесь, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах в книге жизни. Спасибо вас, Христос! Субтитры создавал DimaTorzok